короче у меня та же проблема что и у нас я понял колеса цепляют по арочкам вообще сейчас по идее мы должны снять как машины типа строятся красивые там подсъемы тачек но у нас уже началось уже пошло весело ну как бы даже здесь даже джимни стоковый вполне себе едет когда плевать на ветки райтова он тоже не волнует по другой причине я привет это бородатая езда и сегодня у нас доставка необычный выпуск дело в том что он не посвящен какому-то конкретному автомобилю это будет внедорожная битва битва китайцев против японца как видите у нас здесь два great wall и подготовленный как он господи тает хайлакс нормально забыл короче тает хайлакс дело в том что допустим вот этот автомобиль при всех своих тюнингах а тюнинга здесь только в общем-то колеса и снятые бампера этот автомобиль стоит 250 тысяч рублей другой great wall у нас более подготовленный и стоит уже целых 350 тысяч рублей у него есть самодельный бампер у него есть шноркель у него есть багажник у него есть колеса но проблема в том что вот эта toyota стоит порядка трех миллионов рублей вместе со всем что на ней нанесено это особое покрытие защищающие кузов от царапин и повреждений это и бампера это и лебедка и блокировки и колеса и чего здесь только нет сегодня попробуем выяснить какая из этих машин на бездорожье действительно может немножко технической информации прям буквально кратко great wall у нас оснащен мотором 2 и 2 литра рядная четверка мощностью 105 лошадиных сил у него есть полный привод у него есть понижающая передача больше у него нет ничего тойота хайлакс у нас оснащен мотором 2 и 5 это также рядная четверка дизельная в отличие от двух бензиновых great wall которые у нас одинаковую конфигурацию имеют его мощность 170 лошадей здесь есть понижающие передачи здесь есть блокировки в обоих мостах пневматические и казалось бы great wall и имеют большую моральную проходимость потому что как видите ну ребята в общем их ушатывают нормально но так как эта машина у нас покрыта покрытием bullet line соответственно вот это покрытие также обеспечивает машине очень высокую моральную проходимость потому что не ветки и какие повреждения ей не страшны мы чуть позже в программе программе ничего себе как круто и как я здорово сказал выпуске разберемся как его поцарапать возможно ли это а сейчас поедем на бездорожье давайте уже начнем рубиться друзья погнали что такое мешай что-то там у мешанин видишь эти гелики ломаются вот как раз на таких узеньких дорожках где куча веток наши бампира и наше покрытие она как бы на нас работает нам наплевать вообще мы не так первым препятствием должен быть брод точнее не брод а поездка по реке я бы сказал так и ребята немножко переживают за то что могут резину проколоть но я тоже переживаю что не моя машина меня тоже прям особо переживал ну вообще выходи по реке туда уехать как тебе это снять у нас есть такая идея поехать по реке куда-нибудь почему бы нет или кто-то мелко значит задача наша максимум доехать максимально далеко и вернуться все очень просто до парня в принципе да я сразу разуюсь потому что я знаю чем все это заканчивается обычно оставлю свои тапочки и поедем все погнали пацаны я первый вот честно скажу мои моральные готовность она закончилась здесь но поедем дальше много вот все и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы вернулись. Благополучно. Вот у нас есть доказательство того, что это не фотошоп. А теперь ребята. Илюх, ну что, ты сливаешься? Нет, он тут говорит, предлагает тандемом, чтобы я его вытащил. А может быть, это самая рамочка такая, типа консорция дела? Нет, тебе конкретный вопрос. Не растягивай время выпуска. Сливаешься ты или нет? Нет. Нет, едешь. Я еще еду. Едешь. Все, теперь посмотрим, как далеко проедут ребята на своих автомобилях. Я напомню, что моя машина весит, ну, в лучшем случае, в два раза больше. В худшем она может даже в два с половиной раза больше весить. И у меня еще пять человек сидело сверху, еще в салоне кто-то. То есть, короче, мы по хардкору прям нормально проехали. Я решил, так сказать, самостоятельно лицезреть процесс того, как я побежу их в этой категории. Погнали. Камни острые какие-то. Камни острые какие-то. Наша круизная компания предоставляет круизы по лучшим рекам Подмосковья. Комфортное питание, шоу-программа, звездные эстрады. Я напомню, что я за поворот туда уехал. Отлично, да, вот сейчас можно было опасно отпустить. Давай дальше, а то ты точку святой мою взял. Чтобы выиграть, надо дальше ехать. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Четроудар. Сейчас, можно я? Тяните назад, все. Попробуй, ты не будешь заводиться? Вода. В салоне? Да. Вода в салоне, ура! А, сцепление залило. Сцепление залило? Да. Илюх, ты тоже сел? Настало мое время! Отвезите меня к Хайлаксу. Сейчас, я хочу пробки поднимать. Че, ты прыгай в воду! Я не хочу трусы ночи. А, нет, нормально. Ладно, что, ребят, я пошел. Я вообще до этого не был мировым. Ну, и вот так, прикольно. Весело все позаглышали, позасели. Они говорят, да, зачем 3 миллиона? Во что? Красота? Ай-яй-яй, холодно, блядь. Серьезно? Ты видишь, в какой позе балерины сейчас стою? Недавно в машине у тебя было то же самое. Конечно. Ну что, у меня самая лучшая работа. Я надел перчатки и нажимаю пультик. Можешь мне перчатки дать? Блин, зачем я надел? Я сейчас сам собирался ее разматывать. Эпический Хайлакс будет выдергивать сейчас неудачников на китайских автомобилях. Лебедка не нравится, нет? Лебедка? Да. Нет, я думаю, что нет. Мне нравятся внедорожные приключения. Особенно, когда они не у меня. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Давай, давай! Благодаря Хайлаксу один освободился. Что происходит вообще? Выжимайся. Теперь смотри салон. У тебя тут с собой в стороне сварка какая-то. Не, ну вот более или менее. Вер, у тебя тут сварка какая-то входит. Короче, было, смотри, было вот здесь, где-то, где-то. В калонке? Да, в калонке. Вон он. Ну, в общем, он выжил. Вообще здорово. Правда, чекенженте горелся. Ребята, у меня чистый диск! Ну что, в первом соревновании Хайлакс, ну да, он вас всех... Сау-соу! Нет, Хайлакс вас всех победил. Потому что он вас всех оттуда вытащил. Вон на 35-х, я на быстрее. Неважно. Короче, первый этап за мной, однозначно. Да, я всех вытащил. Я молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Крапивку не хотят люди, крапивка есть где-то тут. Эй, бегемот, ты куда? Я уже вижу. Мне, честно говоря, проще через крапиву, кажется. Еще встретим, мы с тобой еще встретимся. У меня... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ага, и что там у нас? Дерево повалено. Ну и нам пофигу, у нас же это машина. Материален. О, как хорошо. Крепенько так. Я заснял. Я заснял, я заснял. Грязь бы нам еще найти. Это было бы шикарно. Звозюкаться. Итак, следующая часть испытания это купание палки. Да. Нормально так. Нормальная лужа. Ребят, следующая часть испытания это вот эта лужа. Уже проверили, вот. Ну что, готовы, парни? А? Первый. Я первый? Я всегда первый, я всегда первый. Я просто не жалко. Меня просто не жалко. Так, все. Лужа вот такой глубины, с грязью, с головастиками, со всеми пирогами. Все по лучшим традициям. Все по лучшим традициям. Поехали. Все по лучшим традициям. Все по лучшим традициям. Я просто сейчас лебеду размотаю, зачем мне лопата? Я, наверное, с той стороны выйду. Блядь, тут грязь в салоне. Как видите, в этот раз я не буду разуваться, потому что у нас есть специально подготовленный человек. Он не поехал сюда на Сузуки, но у него есть сапоги. Здесь слепни вот такого размера. Просто жесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова я парни не признаю свое поражение перед этой ямы потому что я выехал отсюда сам с помощью своей лебеды вы поедете сюда илюха ты поедешь сюда я хорошо используя только резину я признаю поражение в техническом плане поедешь да да я тебя дерну если чё а ты поедешь но вообще в принципе поедем все должны попробовать все супер а это нормально очень жестко выглядит это вообще просто пипец как это я так же сидел да о фара нашел он потерял стропой тебя дернуть стропой тебя дернуть стропой тебя дернуть илюха илюха у меня на тебя и пое что есть борода то есть да немножко любим кататься в грязь я понял это намек я все ловлю на лифту илюха 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 это Она меня легко вытасходит, ребят. Она там двенадцать тысяч стоит. Поздравляю. Сука, мне кажется, его даже лопатой не убьешь. Не знаю, я уже на капоте. Давай, значит, так. Ты все равно проиграл Хайлаксу. Нет. Да, ты проиграл, потому что ты даже на подъем немножко не забрался. Я хотя бы морду закидывал на подъем. Понимаешь? Вот опять же... Я все понимаю. Опять же вопрос в стиле покупать внедорожник за три миллиона, чтобы так же прикалываться, если купить внедорожник за 200 тысяч рублей. Вопрос. Короче, я-то вылез сам, он не вылез. Поэтому все равно технически я тоже поражен. Но фактически мы сейчас посмотрим, что сделает наш второй Great Wall, у которого как раз лебедка есть. Гребаный слепкий, я как будто в Волгограде. Все, как новое. Айфон чей. Айфон чей. Медитум. О. Это безоговорочная победа! Просто не лебёдки, ничего, просто... Ты заметил, кстати, я сначала размотал в двух ключах, я жопу и тюгел. Фишка в чём? Машина весит сколько, полторы тонны? Ну, тонны 700. Это весит уже за 3, я имею в виду хайлакс. Поэтому, конечно, ему было немножко легче, но, чувак, это круто! Ну, а ты что, иди там, окна мою, фару вставляй. Пойди сюда! Флаг цел! Я окна забыл закрыть! Нормально! Флаг цел! Одевай, одевай! Ну что, парни, можно двигаться дальше? Ты видел, как они обрадовались? А смотри, что здесь написано. Знаешь, почему они выиграли? Потому что хайлакс! Что это новый хайлюкс? Старующий! Опа, дерево, дорогу перекрыл! О, веточки! Ага, блин! А, вот объезд! Вот это как раз к разговору о моральной проходимости. Благодаря тому, что здесь болит лайнер, покрытие, я могу ехать совершенно спокойно. Вот, если бы я сюда поехал на обычном хайлаксе, покрытом обычной краской, у этих, ребят, китайских было бы преимущество. Ну, смотри, какая милая яма! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И выглядит машина круто, и вы можете не переживать за то, что она повредится. Это была бородатая езда. Бородейте, ищите, ищите, и вы всегда найдете, где зарыться. Продолжение следует... Продолжение следует...